Есть и узкие специалисты, и оборудование, и комфорт. Детский клиник и диагностический центр открылся в Кирове. Проверить работу центра и убедиться, всем ли довольны пациенты. На проспект строителей приехал лично губернатор Игорь Васильев. Подробности в материале. Не страшно? Нет. Это у которого нет? Нет. Ну, правда, звучит. Как, первый раз здесь? Да, первый раз. Ну и как? Хорошо. Да, очень удобно, комфортно. Комфортным новый детский клиник и диагностический центр посчитал и сам Игорь Васильев. Глава региона лично осмотрел недавно открывшийся в Кирове первый подобный медицинский комплекс. Говорит, в нем сосредоточены все детские врачи узких профилей. Журналистам глава региона рассказал и об основной идее создания. Разделить потоки, так называемые здоровые, которые нуждаются в помощи. Здоровые дети, которые приходят на прививку, на профилактические осмотры, с тем, чтобы они не пересекались с детьми, которые болеют, может быть, в том числе и какими-то там респираторными заболеваниями. Вот это идея разделения, так сказать, потоку. Детская поликлиника для двух новых микрорайонов города раньше располагалась на улице Монтажников. Сейчас в здании ведется ремонт, после которого терапевты и участковые доктора продолжат работу в нем, а сюда будут направлять к нужным специалистам. И сюда могут направлять пациентов со всего города. Более того, наше тарифное соглашение позволяет направлять пациентов с любого уголка Киевской области сюда. Какие узкие специалисты? Вот вы были в кабинете офтальмолога, мы зашли в кабинет гинеколога детского. Рядом был кабинет хирурга, лор, невролог, детский онколог кабинет, пока мы планируем. Руководители правительства ответили и тем жителям города, которым идея переезда детской поликлиники с улицы Монтажников не пришлась по душе. По словам чиновников, старое здание просто необходимо было разгрузить, а у нового множество плюсов. Нужно прийти сюда, посмотреть на те условия, которые созданы здесь. Вот по поводу неудобства подъезда, вот я предлагаю вам посмотреть, может быть даже показать, это очень удобный подъезд сюда. Это парковка, которая не может похвастаться, наверное, больше там ни одна детская поликлиника, где можно, приехав на машине, или вот мы сейчас с мамой разговаривали, на такси можно поставить машину, которая их подождет совершенно спокойно, и они отсюда уедут. Пока в здании работает только первый этаж и 20 узкопрофильных докторов. По информации областного Минздрава, на данный момент диагностический центр может принимать до 200 пациентов в день. Лариса Добрьянова, Анатолий Гагаринов, информационный канал «Город».